Итак, ребята, всем привет! Это Михаил, канал Video Game Addiction и игра Террани. Ну что ж, самое время продолжить наше прохождение. У нас на данный момент есть два задания. Последний суд и к оружию. Последний суд, насколько я помню, это что нам нужно явиться, собственно, к Тунону и поговорить с ним о всех, скажем так, нарушениях, грехах архонтов. Ну, именно голосов Нерата и Грэвена Аше и квест к оружию. Это встретиться с Грэвеном Аше и, я так понимаю, положить конец голосам Нерата. Хорошо, давайте уже будем приступать непосредственно к этому и предлагаю начать с квеста к оружию. Так, какафония. Ага, у нас почти все закрыто. Вот это да. Ммм, интересно. Так, а где нужно с Аше-то встретиться? Железный очаг. Ага. Хорошо. Интересно, что можно в какафонию отправиться. Потому что, насколько мне известно, там должны находиться голоса Нерата, Алый Хор в данный момент. Ну, можно сохраниться и заглянуть туда, понимая, что там происходит. Но давайте начнем все равно со встречи с Грэвеном Аше. Так, Блэден Марк нам ответил. Напомню, что мы ему отправляли достаточно дружеское послание, что, типа, если мы там встретимся в битве, то это там будет честь. Ну, что-то такое. Немножко так смутно уже припоминаю. Так, хорошо, давайте остановимся, прочитаем. Малыш, если я не говорил этого раньше, то скажу сейчас. Я с удовольствием убью тебя. Не могу дождаться судебного распоряжения. Буду ждать твоего прибытия в суд. Не задувай огонь. Блэден Марк, Ахон Теней и Клинок Суда. Да, он достаточно дерзко нам ответил. Ну да ладно, хрен с ним. Он, конечно, хер. Вот в натуре по-другому не скажешь. Мы оказались в безвыходной ситуации. Ты не просто вершитель, которого можно отставить в сторону, убить или не принимать в расчет. Нет, это время миновало. Теперь ты Архонт. Угу. Должна быть, это ошибка. Да, у меня много достоинств. Это только начало. Моя сила скоро сравнится с мощью самого владыки. Ну, давайте пока не делать таких резких высказываний и ответим такое слегка эгоистичное... Дадим такой весьма эгоистичный ответ, что у меня много достоинств. Не преуменьшай своих заслуг. Ты продемонстрировал силу за пределами той, что должна быть тебе подвластной, и провозгласил Эдикт. Я уже не знаю, что о тебе думать. Время покажет, соглашусь ли я терпеть твое присутствие в этом мире. Время и последнее поручение, которое докажет мне твою преданность. Голоса Нерата должен умереть. После его гибели оставшийся беспредводитель Иватага вернется в свои ярусы, и мы можем принести порядок на эту лишенную власти закона землю. Когда мы встретимся в следующий раз, я рассчитываю услышать, что Архонта Таин не стало. Ступай. Не раньше, чем я разберусь с тобой, генерал. Я так понимаю, что если мы ему это скажем, вот эта вся вот шушера на нас набросится, и ничего хорошего из этого не выйдет. Но, в любом случае, я, конечно же, его убивать не буду. Ну, давай теперь вариант выберем. Я вернусь, когда Архонта Таин умрет. Вот так вот, да? Штурмовать какафонию. Охренеть просто. Вершитель, у меня много работы. Поговори с Ашей, если тебе что-то нужно. С Мариком нельзя. И с Железнор тоже. Ну, ладно. Давайте интереса ради выберем первый вариант. Это только начало. Моя сила скоро сравнится с мощью самого Владыки. Ты говоришь о силах, природу которых едва способен понять. Обыкновенно я бы приказал... Обыкновенно я бы приказал высечь тебя и закрывать в цепи за подобное оскорбление. Но ситуация необычна. Прежде чем мы сможем начать исследовать твои новые способности, нам предстоит решить один последний вопрос. Да, да, понятно. Все то же самое. Ну и можно, в принципе, понятно. Ну, божок, наверное, небольшой такой. Ну, ничего страшного бывает. Ну, что ж. Видимо, придется нам все-таки уже сразиться с голосами Нарата. Штурмовать какафонию. Ну, капец, конечно. Так, сохраняемся. Хоть посмотрим, как она выглядит. Начнется, что нас с порога встретят. Возможно, голоса принят какую-нибудь телегу даже. Нет. Ох, ни хрена себе. Так, пауза. Интересно. А, вон и трон его, походу. Ну, что ж. Ну, что ж. Давайте в атаку. Как говорится. Ох. Какая-то. 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 Бронений нет. у моего любимого ландри есть замечательное умение, как огненный дождь. Ну, как бы то ни было, мы его можем применить сейчас. Вот так вот. Бам, бам, бам. И разбомбить их просто. Ну, это было не сложно. Я все-таки ожидал такого-то такого более... жесткого сопротивления, поэтому так осторожно начал. А это что такое? Пика багровых копий. А, поврежденный кожаный щит. Ну и говнище, конечно, абсолютно бесполезное. Не знаю, есть ли тут ловушки. Ну, давайте будем пытаться осторожно двигаться. Пропитанный кровью плащ. Время восстановления минус 15 процентов. При наличии ран. Большинство магических гильдий отбрасывают предрассудки и не верят в истории, что одежда убитого человека может улучшить чьи-либо способности в бою. Певчьи крови, которых считают отступниками от принятых магических норм, относятся к этому, поверю, менее скептически. Пусть там лежит. Как красивая вещь, оставлю только поэтому. Семь пилая. Ох, нихера себе. Так, ландрик, бежим, бежим, бежим. А то нас бой затянут. Мое любимое умение еще не остановилось. С одной стороны, я думаю, что нам этот ледяной шип уже пора поменять на морозную бурю. Я думаю, что навыки позволяют, ландри. Нет, 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 нет. Да, давайте это прямо сейчас сделаем. Так, ландри. Такое ощущение, что мы какой-то сигил еще не нашли. Ну, не знаю, какой. Так, используется для создания на оружие цели. Че я парюсь? Я просто сейчас вот выберу огненный сигил. Да, вот такой значок мне нужен. Ээээ, у меня его и нету. Блин. Я думал, что смогу кунти бурю создать, но нет. Ну, ладно, неважно. Нельзя создать бурю единую. Это печально, конечно. Так, танки вперед. Ага, вот так, значит. А че все встали-то? Все встали-то такие стоят. Молодцы, конечно. Давай, бомби, бомбей. Самое время. Так, чтобы не получить ранее. Опс, выход из боя. А я не думал, что я нахожусь в бою с кем-то. Меня даже никто не бил. Ну, ладно, окей, предположим. Барик молодец. Достаточно вовремя сам себя вылечил. Давай, фуга коронный. Бам. Опа. Отлично. Может, Барика вылечим? Нет. Отлично. Он сам с этим справился. Херь полная. На продажу дальнейшую. Бурдюк с водой. Возьмем. Рынок какафонии. Окей. А там че? Загон зверолюдов. В загоне живут. Интересно. Очередной бурдюк. Так, Лантри. У тебя еще не восстановилось, да? Очень жаль. Ну, мы достаточно стремительно продвигаемся по этому лагерю, поэтому я думаю, что мы и так справимся. Бросится на меня в рукопашную, ну, отчаянный шаг, конечно, не спорю. Опа, опа, опа. Вот это вот сейчас не круто было. Сейчас мы этих магов залупимся, в общем, очень быстро. Но перед этим, во-первых, сейчас себя подлечим. Опять же, чтобы не получить ранения, которые нам абсолютно не нужны. Это мало ли, какой нам критиков сделают. Бам, бам, бам. Отлично. Только не совсем вовремя тратить на одного человека. Да, алый хор мы вообще разобрали, но ура. Так, но пока мы к голосам Нрата не пойдем, у нас тут еще огрызки остались небольшие. В рукопашную лентят, вообще пофига мне. Так, меня любимого нужно вылечить очень быстро и оперативно. так, что вы отверстили. Да, это взор защитника полезная, суши, ка. Смеши, ка-ка! Он взорвался, вот это да. Это что за говно? Осколки из стеклянного фиала? Ну, ладно, окей. Пол шатра усеян обедками и прочим мусором. Свиноты. Еще одно говно на продажу возьму. Так, тут ничего больше нет интересного для изучения. Опа, нет, смотрите-ка. Ну, такое, такое. Ну что ж, перед нами, я так полагаю, что уже непосредственно битва с голосами впереди. Опа. Я хочу почитать. Врагов, не заслуживших свой кол, хористы оставляют висеть на скалах, пока смерть не придет за ними. Ммм, интересно. Это то же самое? Позади трона голосов Нрата гордо выставлены для тела командиров опальных. Ох ты, зараза какая. Так, много я тут прочитаю. Пелаксон садили на кол через зад, сделав из него унизительное зрелище, предназначенное для того, чтобы деморализовать выживших бойцов гвардии Виндериенов, до которых могут дойти слухи о его судьбе. Толстые высохшие струйки слизи стекают по его доспеху. Дар, который постоянно преподносят солдаты Орды с горьким воспоминанием о походе на гребень. Понятно. То есть, хоть мы его и спасли, но... Да, голоса с ним сделал, что хотел. Сверху кто-то ходит, член Орды, но они дружественные, странно. Ну что ж, давайте поговорим с ним. Барик, пусть вперед идет. Твой поход завершится здесь, неразумный человек. Мы не намерены присоединяться к трупам, которые усеивают твой путь. При всей твоей преданности опальным, разве Орды никогда-либо ставил тебя превыше своих северных выродков? Нет. Он десять раз прожертвовал бы тобой только ради того, чтобы какой-нибудь недоумок не натер себе пачек. Мы могли бы стать великолепными вместе, но вместо этого сделаем из твоих костей скипетр, свяжем из твоей кожи ремень, а твой язык с горьим вороном. По крайней мере, вороны знают, что такое уважение и благородность, и благодарность. Ну давайте немножко поиздеваемся над ним. Ты слишком много говоришь, Архонт, пустобрех. Мы любим бросаться словами, но сейчас не время для брания вершителя зловонных выделений. Тебе не спокоит, что это немного необдуманно. Я не говорю, что не последую за тобой, но если никому не удавалось бросить вызов Архонту Тайны выжить, надеюсь, что ты это тщательно взвесил. колебания колебания это не та фуга, которую я знаю. Мы ведь уже были в такой ситуации, верно? Я словно снова перенеслась в тот день, когда мои сестры умерли у меня на глазах, только в этот раз боюсь по-настоящему. Может, дело в моем братье-идиоте. В последний раз, когда такое произошло, я не могла сдвинуться с места, теперь я больше боюсь того, что произойдет, если мы нападем. Послушай ее, вершитель судеб. Похоже, она мудра не по годам. Голоса Нрата это жуткий древний укловод. Никто из нас не пробыл на этом свете столько, сколько он. Думаю, на этом стоит заострить внимание. Я очень-очень надеюсь, что ты понимаешь, что он сделает нам больно. Так и будет, мы обещаем. Если ты готов, то я буду с тобой. Я не раз убивала десятников и не нужно быть гением, чтобы понять, когда лидер ослаблен и должен дать место другому. Безобидорхонт. Я не обижаюсь, древняя девчонка. Мы никогда не гордились тобой больше, чем в это мгновение. Ты воплощаешь все, чем стремится стать хор. Положим конец его убогому существованию вместе, да, фуга? Верность увеличивается очень много. Думаю, я могу с ним справиться, но только если ты будешь со мной. Давай, фуга, погнали. У нас с ней в принципе неплохие отношения, сейчас мы их вообще до высот качнем. Я с тобой до конца. Лучше компании для моего клинка я представить не могу. Да, было бы прикольно, если бы здесь была Сирина, она бы, я думаю, с ним вообще тоже в такой бы срач сразу пустилась. Знаешь, наша маленькая шпионка право в одном. Ты умрешь, заходясь в крики, но твое сознание будет продолжать жить вечно, страдая в нашем великолепии. Все сюда, дорогие. Есть множество способов снять кожу свершителя судьи, и мы постараемся вам показать их все. Голоса нараты готовятся к нападению. Придите! Садитесь вокруг и взирайте, как мы уничтожим вершителя судеб. А, я испугался, думал, что они сейчас все тоже нападать будут. Такого бы я точно не пережил. Так, давайте сразу же все по-умному делать. Во-первых, Барик сразу, что ты будешь делать? Тебе... Блин. Наносят мощные множественные удары, которые вызывают ошеломление. Вот это. Начинаешь вот с этого. Так, мой персонаж. С чего начинает мой персонаж? Он начинает вот с этого. Да, вместе с фугой они... Так, ты сразу накладываешь на него усиление. Так, это раз. Сразу дальше. Так, наложил. Накладываешь вот это. Потом у фуги есть еще ливень стрел. Сразу же его тоже делаем. Ау-ра! Черт. Ого! А че, Барик, ты че носишься? Барик, давай в атаку, в атаку. Так. Так, пока не время для этого. Фуга. Фуга, фуга, фуга. Упала, это вообще сейчас не вовремя. Нет. Вот давай вот в этого. А, это голоса нырато. Думаю, чухан какой-то там бесполезный. Так, кровь на камнях. Мне для этого клинки нужны. Ой, хуга. Дай нам теплым обмором. Сейчас у него защита с ними невосприимчивость к провокации. Плохо. Ммм. Так, че мы еще будем делать? Че у нас полезного есть? Я не могу сделать это. Это, возможно, изменение техники. Да, у него неплохие изменения, однако. Лантри, спасайте! Спасайте Лантри, кто-нибудь! Так, во-первых, барик, 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 барик. Черт, у тебя пророкация закончилась. Выходим из боя, это вообще нам не стоило жизни. Блин, нет, 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 я вообще не то сделал. Черт, почему я не могу Лантри выбрать? Кого хера? Лечи себя. Так, ладно, он получил ранение, но жив, блага. Фуга, фуга, фуга. Что ты можешь сделать это? Так, фуги тут какой-то хер подбегает, очень ненужный нам сейчас. Так, благо мы даже ошеломление на него смогли применить. Так, фуга лучше подключить. Может быть, изменение тактики, так, значит, вы решили оставить фугу одну, чтобы она тут возилась сама, ну окей. Да, голосам Нерата немножко уже плохо. Что у него тут вообще? Призыв личности вызывает поглощенную личность Авонар. Пугающее присутствие. Да, мы его задебавили как-то можно. Так. так. Ну ладно. Подойди ближе, ничтожество. Мы желаем поговорить с тобой, пока наш голос не заглушил прилив. Ахон цепляется за свое одеяние, в прорехах которого тускло просвечивает зеленое пламя. Блин, хочется, интересно, что будет. Болтай, что тебе вздумается. Что бы там не шептал промеж себя безмозглая чернь, не обманывайся. Ты не всемогущ, ты не имеешь никакого значения, всегда найдется кто-то другой сильнее тебя. Мы восстали из пустоты, наши деяния сказали людям, кто мы такие, и люди увидели в нас чудовище. Или ты думал, мы всегда были племенем, голосами и тайнами? Подумай еще раз. О, Архонт приспешных решений. Я запомню твои слова, Архонт. По крайней мере, ты умеешь ценить добрые советы. Это тебе поможет зайти дальше, чем ведут нахоженные пути и затронет лужи, чем любая грубая сталь. Что ж, что-то в этих словах кажется голосом забавным. Он начинает хохотать, смешки переходят в яростные неконтролируемые спазмы дикого веселья. Голоса раскидывает руки, языки пламени, образующие его бесформенные очертания, пляшут в безумии, пожирая его изнутри. Где-то в недрах вашей собственной головы слышатся бессвязные вопли, но вскоре они затихают, наступает тишина. Архонт тайн угасает у вас на глазах. Нет! Не так вот так! Мы были так близко! Думаю, большая часть была бы с зарисовками пыток и блудодеяний. Эта штуковина наконец умерла? Я спрашиваю, потому что тяжело было бы понять, жив ли он. А эти просто уходят. Вот так вот закончилась жизнь одного, ну, можно все-таки даже сказать, одного из великих архонтов, побояться этого слова. в его безумии он был, ну, действительно, в некотором смысле даже гениален. Поселениц ранений нет. Ну, ладно. Опа! Нычка! Яшма! Вершитель никогда бы не подумала, что кто-то сможет одолеть голоса Нерата. Он пережил большинство своих врагов и сожрал остальных. Он был такой великой, бездонной штукой. Просто думала, что он жить будет еще долго, а теперь он мертв. Даже сложно в это поверить. Я рада, что он еще... Я рада, но он еще... Но еще он дал мне эту жизнь, это имя. Я ненавидела его, но он был невероятным художником. Я просто хочу знать, что я... Я просто хочу сказать, что я под впечатлением. Ты превзошел мои невысокие ожидания. Ты думаешь, голоса действительно мертв? Честно говоря, у меня есть сомнения. Голоса может продумать все на тысячу шагов вперед. Могу представить, что он что-то запланировал на случай своей смерти. Какой-то запасной план. Он может быть настолько сложным, что мы его даже не распознаем. А может, он не сработает при нашей жизни, если нам повезет. Ну-ка, ты можешь здесь что-нибудь рассказать? Кайрос развязал войну между Архонтами. Что ты думаешь? Это похоже на логическое продолжение дикта казни Кайроса. Архонты все еще не играют по правилам, и таким образом Кайрос дал своим детям возможность подраться за титул лорда Ярусов. Ты достаточно близок к Гревен Раше и мог бы объяснить, что война не в его интересах. Нужно лишь усмирить чем-то его гордость и показать, что вы достойны его верности не меньше, чем Кайрос. Молодец. Мой лорд-байндер, что я могу сделать для тебя? Мой армор спасал меня от отступления Сталварда, где тысячи других потеряли свои жизни. Понятно. Вернуться к Гревену Аше. Кто у нас прокачался? Я прокачался. Отлично. Не уверен, что мы, конечно, успеем еще уровень накопить. Ну, давайте пока это оставим. Так, что я тут качал вообще? Я уже и забыл магию, я начинал качать, да? Удар по ногам. Удар по ногам. Ну, давайте вот это возьмем. Взбивание с ног пусть будет. Почему бы и нет? Взбивание. Правда. Правда. часть хора уже ушла, не понадобилось много времени, чтобы узнать, кто собирается оказаться на верхушке. к чести голосов он умеет красиво уйти. Лагерь выглядит достаточно мирно. Тяжелая броня на продажу. Алая фурия, певчий крови. Ну-ка, может, рынок заработал, член Орды. Нет, жаль, рынок не заработал. Зверолюдки. Понятненько. Ну что ж, отправляемся к Грэвенуаше, узнаем, чем для нас это все закончилось. Железный очаг. Так, отлично. Что-то пока шла загрузка, я же заскучал, зазевал. Ну, надеюсь, с Грэвеном Аше мне не придется сражаться. Хотелось бы все-таки, чтобы он под мое покровительство перешел. Я не вижу на твоей броне свежей крови, но чувствую, что-то случилось. Там, где ранее обреталось множество, теперь нет ничего. Все это может означать лишь одно. Голоса Нрату умолкнили. Неужели это правда? Плечи Аше начинают трястись, и он хватает себя за руку, чтобы остановить дрожь. Аше закрывает глаза и вновь открывает их только после того, как восстанавливает контроль над собой. Архонт, с вами все в порядке? Довольно будет сказать, что эта война дорого мне обошлась, не говоря уже о войнах предыдущих столетий. Я потерял больше друзей и соратников, чем любой другой генерал, и не помрачился рассудком. Его лицо искажает боль. У него нет больше сил поддерживать гримасу безразличия. Видишь ли, я воспринимаю каждую смерть близко к сердцу, каждый погибший боец в рядах моих каменных щитов, каждая рана на телах сыновей и дочерей Севера. Иногда мне кажется, что я чувствую их все. Но у тебя нет времени выслушивать старческие бредни. Ты должен сделать доклад, а мне не терпится его выслушать. Он выпрямляется во весь рост, но вы чувствуете, что это всего лишь фасад, который скрывает очевидную слабость. Его веки дергаются, когда он ловит на себе ваш пристальный взгляд. Так или иначе, у вас нет сомнений в одном. Аше испытывает сильную боль. Я уничтожил Архонта Тайн. Наконец, Талому Хору пришел конец. Теперь мы сможем завершить войну и подчинить себе ярусы, как приказал нам Кейрос. То, что я должил до этого дня, а голоса Нерата гниет в земле, он никогда не простил бы подобного оскорбления. Нам предстоит решить проблему указа, который издал Кейрос. Только один Архонт может стоять над ярусами. Как вы собираетесь это осуществить? Понимая во внимание, как эффективно ты сумел подавить беспорядки на ярусах, завершить их покорение во имя Кейроса, не должно быть чрезмерно сложной задачей. Достаточно будет подавить немногие оставшиеся карманы сопротивления. Мы сможем подчинить всю страну нашим законам и насадить наши обычаи в течение следующего года. Хорошо, но нам придется решить проблему указа, который издал Кейрос. Только один Архонт может стоять над ярусами. Да, я знал, что до этого дойдет. Я надеялся избежать этого конфликта. Ты хорошо послужил моей армии, и мне ненавистна мысль о том, что я потеряю друга накануне Великой Победы. Я помню тебя учеником Тунона, но теперь ты Архонт, больше, чем просто Архонт. Я хочу, чтобы ты продолжил служить Кейросу и был не моим врагом, а моим союзником. Я преклони передо мной колено, и Кейрос останется доволен. Мы вместе будем править этой позабывшей о законах землей и поможем дикарям усвоить обычаи цивилизованного народа. А почему я должен перед тобой колено преклонять? Я проделал этот путь для того, чтобы преклонять колени. Ну, с одной стороны, логично. Ты ошибаешься, считай, обитателей ярусов дикарями. Срок твоих полномочий стек, пора умирать, старик. Может, разойдемся по-хорошему? Хотя, вот первый не предполагает атаковать, но... Но, блин. Ну, с одной стороны, у меня есть сохранение, так что, если что, загрузимся. Я проделал этот путь не для того, чтобы преклонить колени. Я боялся, что не ошибся в оценке твоего темперамента, и это меня печалит. Власть должна была научить тебя смирению, но вместо этого научила тщеславию. Так что же ты предлагаешь? Ты можешь начать ненужный бой, в котором погибнет один из нас, или можешь повторно обдумать мое предложение? Есть и другой путь. Ты можешь присягнуть мне. Твое предложение столь же оскорбительно, сколь и смехотворно. Ты, Архонт, но ты юн. Тебе еще только предстоит доказать себя в испытаниях, которые подготовят тебя к роли властителя. Аше сжимает кулаки. Сдавайся, я показал себя настоящим генералом, и твоя армия подчиняется мне. Тебе? По какому праву, по какой безумной приходи ты бросаешь вызов моей, моему? Решительность в его словах сходит на нет и Аше замолкает. Он хмурит лоб, но морщины на его лице немного сглаживаются, когда он смотрит на окружающих вас солдат, своих земляков, которых он гордо вел на войну. Он изучает каждого из них по очереди, кивая, словно убеждаясь в какой-то невысказанной истине. Посмотри на своих солдат, Аше. Ты их отец, но я их командир. Я знаю, что в твоих словах есть мудрость. Они пронзают мое сердце словно копьем, но такова истина. Эта война открыла старые раны. Порой я поступал вовсе не так, как должен был делать лидер, которого заслуживает моя армия. Я был великим военачальником уже в первые дни империи. Во всем мире не было крепости, которые я не мог бы взять, не было расстояний, которые моя армия не могла бы пройти, однако годы взяли свое. Я слишком сильно полюбил мой легион, чтобы позволить ему страдать. Я потерял почти всех, кого любил, и страдал вместе с теми, кого должен был защитить. Это участь, которой я не желаю никому. Я признаю твою власть как Архонта и владыки опальных. Куда бы ты ни повел нас, я пойду следом. Какой бы ты ни отдал приказ, я подчинюсь ему. Мудрый выбор. Под моей властью опальные вернут потерянную честь. Вершитель судеб, ты показал себя истинным генералом недалеко до тебя. Я отрекаюсь от власти над этими мужчинами и женщинами и припоручаю их тебе. Он вздыхает и становится в расслабленную позу. Я прошу тебя лишь о том, чтобы ты относился к ним достойно. Они далеко от дома и заслуживают обращения подобающего их благородству. Я готов служить тебе как твой Архонт и стану подчиняться твоим законам, выполнять твои приказы и защищать твой образ жизни. Что тебе угодно будет установить в ярусах и за их пределами. Теперь на твоих плечах тяжелое бремя. Вести легион тяжелая задача их жизни и смерти на твоей совести. Он морщится и схлипывает. Иногда бремя становится слишком тяжелым даже для таких как я. Преданность отнимает много сил и за эти годы она измотала меня. Что он теряет мысль глядя в какую-то точку вдали. Аше ты в порядке? В порядке в порядке не обращай внимания на стариковскую болтовню. Ты еще молод и весь мир открыт перед тобой. Солдаты будут искать в тебе образец для подражания. Будь готов преодолеть ради них любые трудности. Веди своим примером веди железной рукой опальных. Я сделаю все что в моих силах чтобы оказаться достойным этой чести. пришло время славы и триумфа ступай и принеси порядок тому что осталось от ярусов. Я последую за армией упражняясь и готовясь исполнить твою волю. Не могу поверить теперь ты великий генерал я буду уважать Аше до самой смерти но никогда не думал что увижу как он преклонит колено. Барри кланяется вам с огромным уважением. Собственная ватага которой можно что угодно приказывать это впечатляет даже если это всего лишь закованные в железно-северные слюнтяи дай мне пару недель и я приведу их в форму. Я не посрамлю опальных. Тогда я расстаюсь со властью с легким сердцем не забывай Рахон достаточно просто тысячами убивать не достаточно просто тысячами убивать врагов всегда нужно помнить за что сражаешься. Ваша мощь увеличилась опальная получена клятва на верность. Задание выполнено к оружию. Да это было действительно очень трогательно но я бы никогда не подумал что дойдет до этого. Хорошо давайте посмотрим что у нас дальше. Алый Хор так окей опальные благосклонность вершителя прикольно не сломленные где Книгачеев тоже ко мне достаточно хорошо относится но к сожалению почему-то нам не удалось докачаться до максимума бронзовое братство даже неплохо к нам относится несмотря на то что мы их порешали очень неплохо гвардия Виндериенов скованный горном тоже без ума от нас так фуга фуга в восторге от нас бари к сожалению нет хотя я его генерал лантри тоже в восторге но чуть-чуть не хватает так тунон немножко не в восторге потому что мы тогда же не убили этого как его не помню как зовут этого зверолюда которого мы отпустили еще так ну что же давайте во-первых сохранимся сейчас побеседуем с теми кто здесь есть Марик Теодор с Греваномашей нельзя поговорить хорошо наши спутники что-нибудь скажут я уже не твой лорд вершитель хорошо давайте зайдем поторгуем для меня честь служить вам генерал вершитель судеб и архон все эти титулы однозначно заслужены вы прославляете опальных спасибо я хочу поторговать зараза такая не хочет со мной торговать ну и хрен с тобой тут еще по-моему один торговец есть так давайте поспим а то мало ли с кем нам там еще сражаться придется хотя нет надо было в башне поспать там хотя бы мы ништяков получили много вершитель или точнее говоря генерал он поднимает кулак в энергичном воинском приветстве для меня будет честь следовать за вами бой нас возглавляют два архонта так что победа нам обеспечена скажите что вам нужно вершитель мне нужно с тобой поторговать но ты тоже почему-то не хочешь это делать очень странно конечно можно даже чему-нибудь поучиться ну то есть сейчас позаниматься пока всякими сторонними делами прежде чем мы отправимся в город бастард так в каком шпиле то я тренировочный лагерь построил по-моему в шпиле авроры но мне надо в библиотеку а библиотека у меня в шпиле заката по-моему да давайте в него переместимся переместимся так отлично библиотека неплохо так исследование диктов ну давай исследуй дикты так знания кто у нас кто у нас знания знаниями тут обучает сейчас будем опять вспоминать фиг знает сколько филия отлично ну у этого понятно ладно окей так а я же еще в кузне могу наконец забрать может они артефакт мы доделали блин да надо зайти обязательно так ты нам оговорил про 7 написаний слово огонь так давайте может с кем-нибудь из наших персонажей побеседуем так атли надеюсь что все хорошо мой славный архонт я полщина твоим желанием беседовать со мной атли низко кланяется и разогнувшись улыбается кайрос сказал что если мы не объявим охоту на других архонтов они придут за нами да я сказала других архонтов твои силы отличают тебя от простых смертных и от простой опасности и какие предложения ты в союзе с Гребеном Маше и пришло время воспользоваться его доверием быть может получится обратиться к старому архонту войны и заставить его сложить оружие и стать твоим вассалом либо придется с ним сражаться но я предпочла бы беречь наши силы для голосов Нерата идеально будет напрямую столкнуться столкнуть опальных с хором чтобы они смогли сосредоточиться на голосах Нерата а его прислужники мешали нам как можно меньше суд чтит тебя но он не похож на человека которого готова преклонить колено но быть может он поможет тебе уничтожить других архонтов а это даст тебе время выяснить что там с твоим прежним хозяином ну-ка нам хватит уже наконец как ты присоединилась к гвардии вендериенов да стоп тебе недостаточно репутации все еще так ну давайте сирин поговорим архонт песня добрый день вершитель всегда рада тебя видеть так что ты думаешь о положении в мире в целом я честно я честно не знаю кажется ты зарабатываешь себе имя это впечатляет все знают кто ты кэрос не собирается как ты принимать на себя руководство ярусами вторжение на чужую территорию лучший способ нарваться на нападение к сожалению ничего интересного нам сказать не может а хотя еще раз что ты думаешь обо мне и моих деяниях я ожидал что ладыка поубивает всех этих здоровья приспешников но кажется им дана возможность самим разобраться твое преимущество в этом что шпиля нелегко захватить мы должны идти вперед по очереди разбираться с другими архонтами голоса нрато тунон бледон марк а тут еще бледон аше аше твой союзник и питает к тебе некоторое уважение но знаю как вы выйдете не знаю как вы выйдете из этого тупика но он человек чести и не будет нападать первым возможно он найдет твои требования справедливыми справедливыми возможно нет выбирать не мне но как ты собираешься покончить противостоянием аше баррик с интересом смотрит на вас я намерен дать аше шанс подчиниться я рад что ты это понимаешь дай генералу возможность признать твое главенство с момента своего присоединения к архонтам аше всегда ценил милосердие и на этот раз кейрос и на этот раз не кейрос но ты протянешь ему масливую ветвь масличную ветвь так интересно ну-ка фуга что ж нам предстоит кто из архонтов годен править ярусами полагаю это опять означает убийство принуждение к сдаче на милость и сгибание в бараний рог я бы предпочла что-то другое скакать по ярусам по пути нервируя нервируя власть ну есть и худший занять время привет аркан конечно как я могу помочь это кажется что ты близко к грейвен аше что ты можешь быть уверен что борьба не в его лучшем интересе ты просто нужно пирсить его и шпак как я ничего если я знаю Так, я еще раз с Атли хотел бы поговорить, может, у нас будет возможность повысить наши отношения. Кайрос уничтожил нашу руку. Если мы не собираем других Арконов, в смысле. Но я более рада, чтобы видеть вас как Каунт Аскоэй. Так, и с кем мы еще не поговорили? А, с этой, да, со смертью из тени. Зверолюдка с темной шкурой принюхивается и дрожит. Чуть задыхаясь при вашем приближении, она ненадолго припадает к земле, скребя по ней длинными пальцами. Альфа смерти из тени хорошо пахнет, как горная лань. Это мы читали. Зверолюдка счастлива, рада, что вершитель победил, рада, что вершитель убивал Альфу Алого Хора без жалости. Был коварный, хитрый Архонт со множеством голосов. Был Альфой большой стаи, значит, Альфа смерти из тени больше, лучше, сильнее. Всегда победит. Давай сыграем в игру. Так, а вот это мы вроде не отвечали, потому что это портит отношения. Так, ну понятно, ничего нового. Ну что ж, сохраняемся. И тогда предлагаю на этом закончить нашу серию. Она получилась не особо длинной, но логически будет их разделить, сделать отдельную серию под задание к оружию и под задание последний суд. Потому что, ну, однозначно уже все ясно, что идет к концу. На этом всем спасибо, кто смотрел. Максимально быстро увидимся в следующей серии. Всем пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok